Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор и сегодня мы с вами будем открывать сюрпризы от компании конфитрейт по мультфильму енотки. Это такие енотики, каждый из которых символизирует какую-то из нот. Соответственно, в коллекции их по 7 штук как в одной серии, так и в другой. Откроем сегодня китсбокс и шоки-токи. Сравним, что там попадается и чем же игрушки отличаются. Ну и, конечно же, попробуем собрать всю коллекцию. Первым делом предлагаю рассмотреть коробочку. Возьмем коробочку от шоки-токи. Здесь у нас нарисован один из енотиков, который выпрыгивает из яйца. Там также сюрприз, молочный шоколад, игрушка внутри, собери всех героев. С правой стороны у нас нарисованы три енотика, уже такие, как они в мультике. Также нарисованы клавиши фортепиано. Символизирует название коллекции енотки. Шоки-токи, удивлять приятно. Ну и, конечно, этот мультик от компании Союзмультфильм. А вот с левой стороны мы уже с вами можем увидеть всех персонажей, которые нам сегодня могут попасть. Их в коллекции семь штук. И каждый из енотиков символизирует какую-то ноту. Но имена у них немножко изменены. Например, нотка До это Дока. Нотка Ре просто Ре никак не отличается от оригинала. Следующая нота Ми это Мими. Потом идет нотка Фа, ее зовут Фав. Нота Соль заменена на Со. Нота Ля это Ля-Ля. И нота Си просто Си. Напишите в комментариях, какое имя вам больше нравится. И обратите внимание, что большинство енотов играет на музыкальных инструментах, но не все. Например, этот катается на самокате, а у этой в руках букет цветов. Сверху на коробочке тоже есть красивое изображение. Нарисовано два енотика, логотип, шоки-токи и клавиши фортепиано. Вторая коробочка Kidsbox выглядит у нас следующим образом. Здесь у нас нарисован десерт, который мы сможем съесть после того, как откроем игрушку. И также нарисован енотик, который играет на саксофоне. Написано, что данный десерт содержит пребиотик. Логотип бренда Kidsbox удивлять приятно. Сбоку у нас также нарисованы все игрушки, которые нам будут попадаться. Обратите внимание, что персонажи будут те же самые и в принципе они будут в тех же позах. Отличаться будет только функционал этих игрушек. То есть эти можно надевать на карандаш. Нарисована обложка, их два вида, я их покажу чуть позже. Ну а здесь нарисовано три красивых енотика, которые гуляют по фортепиано. Я, как обычно, взвесила все сюрпризы. И напоминаю, что если вы захотите их купить, то ссылочки я оставлю в описании. Где это сделать проще всего? Это Вайлдберрис, Озон и также фирменный сайт Конфитрейт Уголок Сказки. Прежде чем мы откроем первую игрушку, хочу вам показать, что здесь четыре обложки. Это Фаф, Ляля, Дока и на последний изображен Си. Маркировка моих яиц от 26 сентября 2022 года. Ну а у Kidsbox всего две обложки. Это Фаф и Ляля. А на второй обложке нарисованы Дока и Си. Раздвинем коробочки и начнем открывать по очереди. Первое яйцо у нас будет Шоки Токи с Докой. Открываем. И внутри у нас прозрачная капсула. Здесь у нас лежит вкладыш и фигурка, которая нам попалась. Нам попался розовый енотик, наверное, нам попалась Ляля. Вкладыш здесь, скорее всего, нейтральный, как это чаще всего бывает у Конфитрейт. Изображены все фигурки. Также логотип Союзмультфильм, логотип Шоки Токи, собери всю коллекцию. И на обратной стороне нарисован ад с тремя енотиками. С тремя енотками, точнее. Первая фигурка, которая нам попалась, это Ляля. И у нее, по-моему, в лапках маракасы. Она стоит такая задумчивая немножко, смотрит на них и пытается играть. Вот так вот она выглядит с лицевой стороны, а так с обратной. Как видите, прокрашенный детализирован только хвостик. А с обратной стороны она просто розовая, а маракасы оранжевые. Надеюсь, она будет хорошо стоять. И, кстати, обратите внимание, как красиво у нее сделаны волосы. Разноцветные. Тут аж три цвета. Лиловый, розовый и светло-розовый. Давайте попробуем ее поставить. Эта фигурка устойчива. Кстати, в капсулах, наверное, они и заламываться не будут. Потому что, когда такие вот фигурки попадаются в пакетиках, они могут заминаться и плохо стоять. Надеюсь, сегодня такой проблем у нас не будет. Здорово! Первая енотка у нас нашлась. Надеюсь, всех остальных мы тоже найдем. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же у нас попадается в китсбоксе. Берем китсбокс. Кстати, маркировка здесь у нас от 20 сентября 2022 года. Кто же попадется нам здесь? Открываем. И так, здесь у нас десерт. Я его немножко прорезала. Два вида пасты. Молочная и шоколадная. А также печенье. У меня дочка очень любит. И открываем игрушку. Игрушка, как всегда, в китсбоксе находится в пакетике. Также здесь есть ложечка. И, конечно же, есть вкладыш. Давайте распакуем. Нам попалась другая енотка. Вот она, рыженькая. Зовут ее Мимия. Она у нас символизирует ноту Ми. На вкладыше также нарисованы все игрушки. Но здесь у нас уже логотип китсбокса. Также логотип союза мультфильма. И с обратной стороны, интересно, точно такие же енотики нарисованы? Нет, картинка с другой стороны немножко отличается. То есть почти все енотики, кроме одного, другие. И, кстати, обратите внимание, что здесь у нас логотип на облачке. А здесь на вот таком вот желтом фоне. Вкладыши разные. Жалко, что ни один из них не индивидуальный. То есть общий на всю серию. И очень люблю вкладыши от Confitrade вставлять в папочки для визиток. Эту фигурку уже сложно будет поставить на полочку. Но зато можно всегда взять с собой и надеть на свой любимый карандаш. Сзади есть маркировка с производителем. Вот так вот это выглядит. Я взяла специально карандаш. И можно делать уроки. И вам будет поднимать настроение ваш любимый персонаж из мультика. В этом, конечно, плюс коллекции. То есть одну вы ставите на полочку, а другую таскаете с собой на своих канцелярских принадлежностях. И когда вы пишете или рисуете, выглядит это вот так вот. Очень интересная идея, кстати. И обязательно сравним, когда нам будут попадаться одинаковые персонажи. Ну а пока вы можете обратить внимание, что этот енотик нарисован на коробке Шоки Токи. Я придумала, как их ставить. И, кстати, будет классно смотреться стакан с карандашами, на которых будут висеть такие пентопы. Давайте продолжим с Шоки Токи. Какая нотка у нас, интересно, будет следующей. Вскрываем яйцо. Так. И если у меня к концу выпуска перчатки будут в шоколаде, не сильно удивляйтесь. Но зато нам попалась новая игрушка. Классно. Проверим, точно такой же ли здесь вкладыш. Но я думаю, что они не отличаются. Да, здесь у нас нарисована вся коллекция. Вкладыш Шоки Токи. И с обратной стороны арт с тремя персонажами. А попался нам Си. Он играет на барабане. Классный в кепочке. Очень такие выродительные у него глазки. Мне нравится качество этих фигурок. Хоть они и 2D. Но при этом они сделаны хорошо. То есть все красиво прорезано. Никаких косяков и брака я не вижу. Это здорово. И если вы действительно любите этот мультик, то вам, конечно же, понравятся эти фигурки. Давайте сравним первого и второго енотика. Мне кажется, что второй немножко больше по размеру. Из-за позы, из-за барабана. Ну и так далее. Ну а по высоте они одинаковые. Давайте поставим их рядышком. И мне кажется, они будут красиво смотреться на полочке. Вторая фигурка очень устойчивая. Это плюс. И эти 2 енотика также хорошо сочетаются по цвету. Продолжим открывать китсбоксы. Что-то там звенит. Очень странный такой звук. Как будто бы там шарики вот эти вот отвалились из десерта. Постараюсь в этот раз ничего не прорезать. Открываем. Никак не получается у меня аккуратно. Но на самом деле клей очень плотный. И руками открыть тяжело. Видим опять десерт. Но нас интересует с вами игрушка. Попадется ли нам новая енотка. И попадется ли нам енотик. По-моему, попался. Который схож с первой коллекции. Да, сейчас будем сравнивать. Потому что попался нам опять Си. А, эта ложечка так сильно тряслась. Я поняла. Давайте доставать. Опять у меня упал карандаш. Но не важно. Все равно он нам сейчас понадобится. Вкладыш. Я думаю, что да. Точно такой же. Все нормально. И сравниваем наши енотки Си. Да, Си. Все правильно. В общем, он, конечно, более мягкий. И с обратной стороны менее детализированный. Но зато есть вот эта вот петелька. С помощью которой можно надеть на карандаш. Возьмем другую фигурку Си. Отличаются ли они по размеру и по форме? Нет. Мне кажется, они абсолютно одинаковые. Только здесь есть подставочка. А здесь нет подставочек. И с обратной стороны немножко отличаются. Конечно, фигурки более детализированные. Ну, а здесь они упрощены. Потому что якобы их не видно. Хотя было бы здорово, наверное, если бы и эти были двухсторонние немножко. Тут есть хвостик, кепочка и задняя часть барабана. Вот такая вот парочка. Первая парочка у нас собрана. И в таком и в таком варианте. Можно ее... Даже, кстати, можно по несколько на один карандаш надевать. Если, например... Так, я, по-моему, кверху ногами надела. Но не важно. В общем, можно взять длинный карандаш и на него собрать всю серию. Пока у нас два енотика. Я думаю, что пока я их так оставлю. Потом, когда она попадется в следующий, я их переставлю посимпатичнее. Положим пока вот так вот. Их очень хорошо видно таким образом. Ну, а мы тем временем приступим к продолжению сбора коллекции из Шоки Токи. Возьмем яйцо. Эти уже так не звенят, потому что здесь нет ложечки. И, надеюсь, нам попадет сейчас новая фигурка. Кажется, новая. Здорово. Уже третья нота в коллекции. Это у нас нота... Ой, какой он худенький. Это нота Соль. Зовут его Со. И смотрите, какой он худенький. Он, кстати, катается на самокате, а не играет на музыкальном инструменте. У него разноцветные волосы. Розовый, фиолетовый и голубой. И выглядит он очень удивленным. Давайте посмотрим на него с обратной стороны. У него как будто бы кепка. Может быть... А, это, наверное, такая раскраска у него просто сзади. Также прокрашен хвостик и детальки самоката. Вся остальная детализация упрощена. Но я думаю, что сзади больше и не надо. Тоже хорошая, ровненькая фигурка, без косяков. Все ровно прорезано, прокрашено. Такой топпер нам еще не попадался. Поэтому сравнивать чуть позже. Давайте проверять на устойчивость. Поставим вот так вот они будут смотреться все вместе. Си пока самый такой основательный. В конце расставим их по порядку, чтобы было все как на нотном стане. Продолжаем с китсбоксом. Надеюсь, тоже попадется нам новая фигурка, которую мы еще не видели. Да, эта ложечка трясется. Попробую открыть без ножика в этот раз. О, получилось. Ура! Так, но десерт мы смотреть уже с вами не будем. Сразу открываем сюрприз. И нам попадается новый. Кстати, синенький, но не на самокате, а другой. Давайте посмотрим, кто нам попался. Вскрываем пакетик. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам, что в китсбоксах сюрпризы находятся в пакетиках. Мне кажется, это немножко непривычно. Нам с вами попалась нотка Фа. Зовут его Фав. Давайте на него посмотрим. В лапах у него что-то типа мегафона, но на нем нарисованы нотки. Возможно, это какой-то мегафон с музыкальной функцией. Также на голове у него надеты очки, а на пудике нарисована шестеренка. С обратной стороны он просто голубенький. И также можно его надеть на карандаш. Вот так вот стопочкой. Давайте снимем нижнюю. Наденем ее не кверх ногами. Можно их насадить по порядку. Будет забавно. Но, к сожалению, наверное, длины карандаша не хватит. Нужен длинный. И последняя енотка намного меньше, чем две предыдущих по размеру. Счет у нас пока 3-3 и всего одна повторяющаяся фигурка. В смысле, что пересекающаяся между коллекциями. Давайте откроем следующее яйцо Шоки Токи. Кто попадется нам здесь? Немножко оно было... Ай, никак не хочет открываться. Треснутым, наверное, да. И открываем. Судя по цвету, это не повторка. Нам попался... Вау! Зеленый енотик! Это нота Ре. Рядом с нотой Ми. Так что нам подходит. Смотрите, какие ноты у нас есть. Фа. Нет, Фа у нас есть другой. Но главное не перепутать, из какой коллекции какие. Так, у нас с вами есть нота Ля. У нас есть нота Си. И у нас есть нота Соль. А теперь у нас есть с вами еще нота Ре. Да. Они у нас, к сожалению, из второй коллекции. Так что давайте пока посмотрим на ноту Ре. Расставлять будем чуть позже, потому что пока тяжеловато. И эта нота играет у нас на саксофоне. А на пузике у нее нарисован кусочек пазла. Он весь зелененький, но есть также у него бежевые элементы и темно-зеленые. С обратной стороны у него не видно саксофона. Видно только хвостик и чубчик. Он закрыл глаза и явно получает удовольствие от процесса. Поставим его рядышком. Должен быть тоже устойчивым. Но, правда, немножко вниз наклоняется относительно остальных. Но он как будто бы немножко нагнулся. И так играет на саксофоне. Такое бывает. Четыре ноты из семи у нас уже в сборе. И зеленая последняя нотка. Что-то среднее между фиолетовой и голубой. То есть он средней толщины. Следующий у нас по очереди китсбокс. Надеюсь, там будет тоже новый. Потому что пока мы очень с вами хорошо идем. Пока ни одной повторки. Будет здорово, если мы даже не открыв все сюрпризы с вами соберем коллекцию. Было бы прикольно. Оп! У меня получилось! Ура! Так, это десерт. Не убегай, а то прям выпрыгивают из рук. И так, что-то голубое. Но не факт, что... А, это повторка. Первая повторка. Ладно, давайте что откроем? Не знаю. Ну, давайте шокитоки. Что мы быстрее сегодня соберем? И соберем ли мы обе коллекции? Шокитоки у нас будет следующим. О, новая попалась. Здорово. И, кстати, мы можем с вами сравнить. Потому что нам попалась нота ми, если я не ошибаюсь. Да, нам попалась нота ми. Все правильно. Давайте их сравнивать. Таким образом они выглядят. Вот топпер выгодно отличается тем, что у ми есть расстояние между ножек. А у фигурки оно не прорезано. Но по-другому никак подставочку не сделать. Я понимаю. Вот так вот они выглядят. Абсолютно одинаковые. Две сестрички по размеру тоже одинаковые. И с обратной стороны. То есть это полностью желтая. А здесь есть детализация. Супер. Теперь у нас пятая нота попалась. Давайте попробуем ее поставить. И чего-то она не хочет стоять. Потому что, смотрите, мне кажется, ее не совсем ровно приклеили. То есть на краешек совсем. Поэтому будем искать повторку. Да, видите, она не будет стоять. Поэтому мы ее облокотим. Вот таким вот образом. И будем открывать китсбокс. Здесь мы уже отстаем в фигурках. Открываем. И не повторка попадись, пожалуйста. Так, что-то голубое опять. Но вот что? По-моему, да, опять повторка точно такая же. Ладно. Давайте откроем еще один китсбокс. Чтобы у нас как-то уравнялись шансы. А то как-то так неправильно. У нас слишком много нот фигурок. И слишком мало нот на карандаше. Открываем. Так. Ну что, скрестили пальцы. Что попался? Так, кто-то рыженький. Но не факт, что это... О, новая! Ура! Нам попалась нота до. Здорово. Ее зовут Дока. Или его. Достаем. Мне кажется, это мальчик. Правда, прическа у нее такая очень пышная. И играет он на гитаре. Причем, наверное, даже на басу. Потому что слишком мало струн. Вот такой вот енотик. С обратной стороны ничего мы не разглядим. Прическа это или нет. Он рыженький. Точно так же, как Ми. Вот мне кажется, Ми это девочка. А Дока это мальчик. И немножко он поменьше размером, чем Дока. Тоже наденем его на карандашик. Таким вот образом они оба выглядят. Но прически у обоих такие, как для девочек. Но, возможно, я ошибаюсь. Хотя Мими немножко желтее, чем Дока. Дока более оранжевый. Теперь давайте откроем шоколадное яйцо. Беззвучное. Но в смысле, конечно, что-то стучит. Но не так сильно, как китсбокс. О, нам что-то рыженькое попалось. Надеюсь, это не повторка. Нет, это повторка. А, кстати, повторка. Вот, супер. Это повторка с хорошей подставочкой. Поставим, и она будет стоять. Здорово. А так фигурка точно такая же. Вот они, две сестрички. Но, к сожалению, это и есть небольшой косяк. Мы его исправим. И поставим вместо нее, вместо нашей первой Мими, новую. Они будут теперь хорошо смотреться. Все стоять и никто не падать. Что же нам открыть в следующем? Давайте откроем китсбокс, потому что топеров мы собрали пока меньше. Счет у нас 5-4. Надеюсь, теперь он сравняется. Ух ты, как легко открылось. Давайте смотреть. И здесь у нас опять что-то фиолетовое в кепочке. И это действительно опять повторка. Но ничего страшного, мы не сдаемся. Но теперь переходим к шоке-токе. Нам есть еще что поискать. Нам надо найти еще две ноты. Иначе наш нотный стан не сложится. Кстати, можно, наверное, было бы сделать две до. Потому что обычно говорят до, ре, ми, фа, соль, оси, до. Еще раз до и с другой октавы уже. И если вам попадется вторая до, то ничего страшного. Хотя, в принципе, вы можете их вот так вот расставлять по порядку. У меня попалась повторка. Еще одна Мими. Она у нас пока и там, и там самая частая. Ничего страшного. Но убираем, потому что у нас уже все есть, все стоит, все хорошо. Следующим у нас будет китсбокс. Никак не получается у меня их открывать аккуратно. О, открыли. Так, это не то. А здесь должен прятаться сюрприз. И, надеюсь, новый что-то... Нет, с мегафоном опять. Нет, повторка. Не везет нам на топперы. Кстати, у нас там уже закончилась первая палетка. Но, тем не менее, мы приступим к шоке-токе. Открывайся. И, кажется, нам попался нужный. Но пока не точно. Нам попался голубенький. И, да, нам попался с мегафоном. Здесь он нам еще не попадался. Он нам попадался только в топперах. Вот они, два брата. Только один у нас с колечком, а другой на подставочке. Давайте посмотрим, как выглядит он с обратной стороны. И, смотрите, как здорово у него это... Да, это дужки очков так сделаны. Прикольно. Также торчит чубчик и сами очки. Мегафон прокрашен с двух сторон. И хвостик прокрашен с двух сторон. Отлично смотрится. Все-таки на подставочках мне нравится больше, потому что они более детализированы. Но эти более функциональные. Проверим игрушку на устойчивость. Поставим. И нам не хватает с вами всего одной ноты. Здорово! Какой же ноты нам не хватает? Я посмотрела на вкладыш, и нам с вами не хватает только доки. Ноты до. Соответственно, сейчас мы можем остальных расставить по порядку. Расставила, и теперь нам не хватает до. А может быть, даже двух до. В начале и в конце. Только я говорила, что повторка до пригодится. А она нам даже не попалась. Но у китсбокса мы убираем тем временем вторую палетку. И приступаем к открытию второй. Обложки здесь точно такие же. И у нас по-прежнему четыре фигурки. Осталось найти еще три. Надеюсь, у нас это получится. Потому что шоки-токи мы практически все собрали. Осталось найти ноту до. И кажется, новый. Да, она попалась на самокате. Классно. Пополняется наша коллекция и топеров тоже на карандаш. Таким образом он выглядит. У нас уже есть от него братик. Вот они. Это у нас нота соль. И самокатик у него, видите, тоже внизу хорошо прорезан. Ну и, в принципе, у того, который на подставочке тоже. И с обратной стороны. Но с обратной стороны я вам уже его показывала. Ну а здесь он просто голубенький. Так что вернем эту ноту на место. А эту наденем также на карандаш. Наверное, снизу пока наденем. У нас такая уже тут. Чуть ела получается. Какая яркая композиция. Какой вам больше нравится. Кстати, некоторые цвета задваиваются. А некоторые нет. Вот, например, желтый и оранжевый практически одинаковые. И также два синеньких похожих. А вот фиолетовый пока один. Скорее всего будет еще один розовый, один зеленый. Значит, у нас один розовый, один зеленый, один фиолетовый. Два голубых и два оранжевых. Приступаем к поиску ноты до. Надеюсь, у нас получится ее сегодня найти. Потому что у нас есть много шансов на это. Мы еще даже не открыли первую палетку. И нам попалось что-то оранжевое. Ну, пожалуйста, ну попадись. То, что нам нужно. Нет, по-моему, нам опять ми попалось. Да, это опять ми. Ну, давайте еще откроем шоки-токи. А то нам надо всего одну игрушку найти. А яиц у нас много. Будет обидно, если она нам так сегодня не попадется. Так, это что-то голубое. Я даже не буду доставать. Нам нужно оранжевое. Следующее было бы здорово, если бы она нам попалась в рамках одной палетки. Так, это тоже голубое. По цвету, кстати, очень удобно ориентироваться. Не надо выстаскивать из капсулы. Достаточно сломать шоколад. Опять голубое в кепочке. Убираем палетку первую. И приступаем ко второй. Давайте еще откроем два шоки-токи, а потом вернемся к китсбоксам. И кто у нас здесь? Фиолетовый нам попался. Не то. И вот этот вот еще откроем, потом пооткрываем китсбоксы. Так, о, что-то оранжевое. Ну, пожалуйста, попадись, нужный. Попадись, нужный. Ура! Мы закрыли коллекцию. Шоки-токи. Здорово. Нам попалась Нота До. Это персонаж Дока. И, наконец-таки, мы можем посмотреть на его прическу с обратной стороны. Хвостик очень забавно смотрится. Также есть гриф гитары. Вот он. И основная часть гитары. Вот она. Также у нас видна его прическа. Все-таки, мне кажется, это какой-то пучок. И, возможно, это все-таки девочка. Напишите в комментариях. Сделано оно очень классно. Тоже рыженькое. Давайте сравним ее тоже с второй рыженькой фигуркой. Вот такие вот они. Две красавицы. Или два красавца. Короче, два енотика. И, мне кажется, вот Дока немножко пониже Мими. Также мы его можем сравнить с его версией из топеров. Вот такой вот. Но они по-прежнему одинаковые. Здорово. Первую коллекцию мы собрали. Теперь нам осталось проверить, сколько топеров мы найдем. У нас пока с вами в коллекции только пять. Давайте продолжим собирать китсбоксы. У меня осталось семь штук. И, надеюсь, мы найдем с вами недостающих два енотика. Очень хочется. Открыли. И смотрим. Смотрим, что у нас здесь. Что-то голубое. Голубой нам уже не нужен. Это на самокате енотик. Следующий китсбокс. Никак они не хотят меня слушаться. Достаем. И опять голубой. Что ж такое-то? Опять на самокате. Осталось пять яиц. Оп. И внутри у нас что-то фиолетовое. Фиолетовый енотик у нас уже тоже есть с барабаном. Нам осталось найти розового и зеленого на самом деле. Так что можем их, в принципе, по цветам смотреть просто. Открываем. И нет. Оранжевый. Который с гитарой. Еще три яйца. У меня надежды собрать коллекцию уже немножко тают. Но я не отчаиваюсь. А вы держите пока за меня кулачки. Так. Опять оранжевый с гитарой. Еще два. Это... Не хочет опять вылазить. Наверное, нужный, раз не хочет. Прячется. Открываем. Так, это не та часть. Улетела не та часть. В десерте, я думаю, что точно не стоит искать нужную фигурку. Розовый попался. Классно. Мы с вами практически собрали коллекцию. Осталось найти одного зелененького. Точнее, мы уже почти собрали две коллекции. Вскрываем. Достаем девочку с маракасами. Так, как она вот так вот должна выглядеть. Где наша первая? Вот они, две наши ляли. Хорошенькие, с хвостиками. Я, кстати, посмотрела, что розовый и две оранжевых, это девочки, а остальные все мальчишки. Так что всех девчонок мы уже собрали. Осталось найти последнего мальчика. Так, на самокате. Двигайся. Они у нас практически все влезли на карандаш. Не знаю, влезет ли последний. Я не уверена, но можно постараться. Особенно если взять незаточный карандаш, то я думаю, что получится. Последнее яйцо и последняя надежда найти вот этого вот енотика. Его зовут Ре. Давайте. Все позитивные мысли направим в космос, чтобы мне повезло. И чтобы я закрыла эту коллекцию. Точнее, обе коллекции. И была довольная. Открываем. Ой-ой-ой. Ну что, скрестили пальчики, зажали кулачки. Но это нам не помогло, потому что последняя фигурка нам так и не попалась. Давайте подводить итоги. Мы сегодня собрали практически обе коллекции. Не хватает только малыша Ре из пентопов. А вот фигурки мы собрали полностью. Здорово. Теперь у нас практически полные две октавы. Одна с заедающей нотой Ре. Но ничего страшного. Я надеюсь, у меня получится найти недостающую фигурку. В любом случае, я смогла вам показать обе коллекции. Вы их сравнили и смогли понять, какая вам коллекция больше понравилась. Пишите в комментариях, нравится ли вам этот мутик. Какой персонаж ваш любимый. И какая фигурка вам понравилась больше всего. Если вам понравились обе коллекции, то ссылочки, где их можно заказать, оставила в описании. Переходите и заказывайте. Конечно же, поддерживайте меня лайком и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ссылки на все мои социальные сети, как обычно, в описании. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok